Дорожный фонд Композитора в музее имени Радищева открылась выставка, посвященная Альфреду Щеницке. Доброе утро! В эфире информационная программа новости 24 Саратов. Спустя почти год после пожара открыли Синной. Один из самых крупных рынков Саратова начал свою работу после масштабной реконструкции. На ремонт пострадавшего от огня здания ушло несколько месяцев. Одной из первых в обновленном рынке побывала наша съемочная группа. За сравнительно небольшой срок сгоревшее здание Синного рынка удалось полностью восстановить. 11 месяцев рабочие занимались реставрацией фасады и крыши. За это время также поменяли внутреннюю отделку помещений и переоборудовали все торговые точки рынка. Ждали, наверное, очень долго. Но дождались мы, открыли у нас прекрасный, шикарный, теплый магазин. У нас тут хорошо. У нас все условия для народа, для людей, для нас все условия, я думаю, созданы. Мы всех ждем. Нам очень хочется, чтобы перед Новым годом к нам приходили. Наученные горьким опытом, строители во время ремонтных работ использовали только пожароустойчивые материалы и краски. Также оборудовали здания камерами наблюдения и системами противопожарной безопасности. Инфракрасные датчики, которые на уровне, допустим, 20-30 метров от пола уже видят дым и моментально реагируют. То есть это лучевые датчики, которые перекрестно ловят, держат весь периметр. То есть шансов, что даже где-то если человек закурит, это буквально в течение 5-7 секунд будет видно у нас на пульте охраны, что просто дождь дым от сигареты. На протяжении всего времени восстановительных работ региональные чиновники и администрация рынка оказывали помощь предпринимателям, которые раньше торговали на территории Синова. Без работы не остался никто. Со стороны правительства помощь оказывалась только административная. То есть бюджетные деньги мы не потратили на поддержку ни бизнеса, ни на ремонт. Ремонт полностью на свои плечи взяла администрация Синова рынка. Взяли собственники рынка. Мы помогали как администрации, так и предпринимателям, для того, чтобы на то время, пока рынок не работал, они не потеряли возможность торговать. То есть мы их устраивали на другие рынки, создавали им условия для работы. Следующим этапом восстановительных работ Синова рынка станет реконструкция помещений на втором этаже. Открытие этих павильонов после ремонта, намеченном на начало февраля следующего года. Екатерина Ковальчук, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов. Финансирование Дорожного фонда Саратовской области сократится на миллиард. Об этом рассказали специалисты на очередном, последнем в этом году заседании регионального парламента. Депутаты рассмотрели ряд поправок в бюджет уходящего года и изменения в бюджете следующего. Подробности в материале программы. На последнем в уходящем году заседании областной думы обсуждают налоговый маневр, который совершили в федеральном центре. Он лишает Саратовский дорожный фонд миллиарда рублей. Зато при уменьшении финансирования на дороге увеличатся средства на обеспечение детей-инвалидов лекарствами. В федеральном центре помогли и перекредитоваться. Из федерального бюджета мы также получили бюджетный кредит 3 миллиарда 115 миллионов, которые направлены на погашение банковских кредитов. И в целом с привлечением собственных средств мы закрыли их на 3 миллиарда 800 миллионов. Это значительная сумма и порядка 90 миллионов у нас получилась экономия. А вот в следующем году придется еще ту же затянуть пояса. Параметры бюджета на ближайшие 3 года придется ужесточить, чтобы выйти на бездефицитный показатель. По доведению бюджета региона в 2016 году до уровня бездефицитного. Вот в течение мы пересмотрели параметры 2015 года, 2016 и 2017 годов. Вот откровенно скажу, что это ужесточает параметры бюджета 2015 года. Обсудив бюджет, перешли к вопросам ЖКХ. Новый нормативный акт, разработанный парламентариями, позволяет предоставлять жилые помещения в наем нуждающимся гражданам. Государство представит застройщику поблажки, а он в свою очередь обязуется построить дом, квартиры в котором будут предоставлены только для найма. Сейчас нужно определить, кто попадет в категорию нуждающихся. Вот эта категория, кто, а, с одной стороны не может быть малоимущим, с другой стороны не может пока приобрести квартиру, вот ее надо сделать так, чтобы с одной стороны не было роста очереди на представление жилья социального использования, с другой стороны, чтобы мы могли действительно на каком-то этапе, на ближайшие 5-10 лет, как-то решить более эффективно вот эту проблему. Ну, кто это? Это молодые семьи прежде всего. Нужна помощь и поставщикам молока, решили парламентарии. Депутаты подписали обращение к министру сельского хозяйства России, в котором предлагают выделять субсидии на возмещение части затрат производителям молока. 60 с лишним процентов молока мы получаем на переработку от частного сектора, а 40 получаем только от предприятий. Создается вопрос, как будут дальше развиваться частные хозяйства, если мы их не будем поддерживать. Урегулировали на заседании Думы вопрос относительно предоставления льгот на уплату транспортного налога для многодетных семей. Теперь право на преференции имеют оба родителя, а не тот, на которого оформлено удостоверение многодетной семьи. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. Напряженная политическая и экономическая ситуация в России многих заставила задуматься о сохранности работы. Люди боятся оптимизации в своих компаниях и, как следствие, сокращений. Правительство Саратовской области уверяет, тем, кто трудится в промышленной отрасли, сокращения не грозят. За 9 месяцев этого года количество работников на региональных предприятиях выросло почти на 2%. Это около 3 тысяч человек. Наш корреспондент побывал на заводе металлоконструкции в Энгельсе и выяснил, кто и ради чего там работает. В россыпи сварочных искр процесс сборки железнодорожного состава завораживает. С завода металлоконструкции в Энгельсе вот-вот сойдут новые вагоны для перевозки круглого леса и пиломатериалов. Одна такая лесовозка сможет принять до 70 тонн груза. На ЗМК проектируют и собирают вагоны для перевозки самых разных материалов – зерна, цемента, труб газопровода. Железнодорожный подвижной состав – основная продукция ЗМК. В этом году здесь собрали около 3 тысяч вагонов. Клёпочник Искандер Фаязов работает на ЗМК 7 лет. Говорит, здесь масса плюсов, чтобы остаться. Я вам по многим местам работаю. Здесь меня устраивает то, что как бы соцпакет – это первое. Белая зарплата – это отлично. Приводит автобусный завод, приводит... Здесь столовая есть, как бы можно пойти, перекусить, без всяких проблем. Работа Искандера вроде монотонная. Клепать детали вагона. За смену ставят до 700 клёпок. Но у рабочего есть и прямой интерес. Ну, интересный, что стимул зарабатывания, если я не готов, интересный. Ну, принёс домой, грубо говоря, 50-40 тысяч – это же интересно. Семья радуется, правильно? Энгельский завод металлоконструкции уникален тем, что производит не только вагоны, но и строительные мостовые конструкции. Он имеет прямое отношение к мостам через Волгу, Балаково, в Престанно, в Сочинским переправам. Руководство уверяет, что даже в условиях современной неустойчивой экономической ситуации в России ЗМК от недостатка заказов не страдает. В этом году даже пришлось увеличить количество рабочих. В цеха пришли более 180 новых сварщиков, сборщиков, электромонтажников, стропольщиков. Плюс более 70 учеников, которые проходят подготовку в учебном центре завода. Под разные проекты нужно необходимое количество людей, которые мы выполним. Это и выпуск вагонов, и выпуск строительных металлоконструкций. В настоящее время завод выполняет заказ по изготовлению строительных металлоконструкций вольт-цемент. Порядка 4200 тонн на поставку металлоконструкций. Эталлоконструкций довольно-таки очень сложный. Сейчас здесь трудятся полторы тысячи человек, а всего на предприятиях региона занято более 150 тысяч. По данным областного Минпрома, в этом году численность рабочих мест на предприятиях промышленности и связи выросла почти на 2%. Это около трех тысяч человек. Это очень хороший результат. И она увеличилась опять же за счет набора численности и создания рабочих мест. Квалифицированных прежде всего на предприятиях, где реализуются инвестиционные проекты. Больше всего новых рабочих мест появилось на региональных мебельных предприятиях в текстильном и швейном производствах. Особенно в сфере добычи полезных ископаемых. Новички перешли на корпус «Алмаз» в Саратовский НПЗ. Тысячу человек обеспечили работой пять новых заводов. Самые известные из которых – Балаковский, Северстай и Центролит. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов. Запустили уникальный музейный проект. В Саратове искусствоведы презентовали новую выставку памяти композитора Шнитке. Все экспонаты несут в себе культурную и историческую ценность. А площадку для выставки выбрали, поскольку Саратовская область является родиной знаменитого композитора. Подробнее о новой экспозиции в сюжете Екатерина Ковальчук. Он запомнился мне сомневающимся. Я считаю, что это музыканты гениального качества. Альфреда Шнитке авангардистом музыки называли еще при жизни. В течение искусства 21 века отражено и выставки, которая посвящена композитору. Это не просто экспозиция, это художественный проект. Помимо экспонатов, в залах установлены мультимедийные элементы. Не выходя из стен музея, можно послушать сочинения Альфреда Шнитке в исполнении Юрия Башмета, а также узнать о личности композитора от признанных мировых и отечественных деятелей искусств. Эта идея реализуется и стартует действительно в Саратовской области на родине великого известнейшего музыканта, композитора. Я считаю, заслуживает особого внимания. Безусловно, в Саратове, в Саратовской области чтят имя Альфреда Шнитке. Вы знаете, что у нас и областная филармония носит его имя, и музыкально-эстетические лицеи в городе Энгельсе, где дети уже с малых лет начинают изучать основы музыкальной культуры. Идея создания этой уникальной выставки принадлежит заслуженному культурному деятелю Михаилу Брызгалову. За несколько месяцев работы организаторы экспозиции Шнитке рассматривали несколько мест ее расположения. Вначале хотели открыть выставку на родине композитора в Энгельсе, но позже деятели искусств все же решили занять одну из площадок в Саратовском музее имени Радищева. Долго спорили, мы долго не понимали о том, какая она должна быть, но вот выставка получилась, непростая была работа. Непростая, потому что Шнитке человек лично противоречивая. И группу, которая работала, тоже каждый хотел показать свое, это нужно было как-то все свести, и чтобы получилось до последней минуты, до вчерашней ночи спорили о том или о ином расположении. Ну, пришли, ну а теперь пусть отзывы дают публика. На уникальной в своем роде и пока единственной в России выставке памяти композитора Шнитке собрали более 200 различных экспонатов, личные вещи, книги, черновики, рукописи и фотографии. Это особый мир, который поможет понять, каким был выдающийся музыкант. Это не просто очередная выставка, это большой прорыв в какое-то новое искусство или новое какое-то восприятие. Это очень интересная выставка. Выставка Шнитке в Радищевском музее будет работать ежедневно до 25 января, а после этой уникальной экспозиции будет показана в выставочных залах Москвы и немецкого Гамбурга. Екатерина Ковальчук, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов. В Саратовском театре драмы отметили хануку. Это национальный еврейский праздник свечей. Их зажигают в честь чуда, произошедшего после победы евреев над греками в 164 году до н.э. Участники обсудили насущные проблемы, например, планы благоустройства еврейского кладбища, которое находится за саратовским автовокзалом. Многие могилы заросли без ухода. На собранные пожертвования кладбище приводят в порядок, фотографируют над гроби и проводят их описание. Эту информацию можно найти на специальном сайте в интернете. Основным же на праздновании хануки стал концерт. На сцене выступили музыкальные коллективы. Так бранд-брас-ансамбль исполнил композицию, в которой без труда угадывалась характерная еврейская мелодика. Здесь очень много представителей различных национальных организаций и других. Такой праздник общий. Много лет уже проводится сжигание свечей, танцы, пляски на улице. Люди пришли, наверное, с желанием, чтобы еще какое-нибудь маленькое чудо, вот свет, увидеть здесь сверхмира, немного сладкой жизни. То есть все от того, что сопутствует этому празднику. Дом моды «Ласка» в Саратове накануне Нового года устроил акцию для своих покупателей. Кроме поощрительных призов для большинства участников, был разыгран главный приз «Шуба». Подробнее с мероприятия наш корреспондент. Не могу не сказать, что главным призом сегодняшнего розыгрыша является «Шуба». Укутаться в подаренную шубку хотелось каждому участнику розыгрыша меховых презентов модного дома «Ласка». На назначенный час к магазину на Московской пришли не менее 300 обладателей купонов для розыгрыша. В ожидании главного приза на участников сыплется ворох призов от «Ласки». Обладатели счастливых номеров уносят подарочные сертификаты, меховые шапочки и береты, сумочки и варежки. А также было разыграно несколько меховых подарков для мужчин – шапки и мужская куртка. Изделие из натурального меха фирмы «Ласка» изготавливает уже более 20 лет. Каждое изделие от «Ласки» – чистый эксклюзив. Все изделия изготавливаются из меха, выращенного на собственном зверохозяйстве. Гарантия на любое изделие – два года. Сейчас я хочу объявить, что настал кульминационный момент нашего розыгрыша. Обратите внимание, сегодня мы разыгрываем... Да, нет, сегодня мы разыгрываем мужчины только шубу. Вот эту замечательную шубку. Мешать будем долго, нутно, упорно. Перемешаем, перемешаем. Один, четыре, два, два! Один, четыре, два, два! О-хо-хо! Ура, друзья! Поднимайте с кнопкой! Главный приз – шуба из черного песца стоимостью около 80 тысяч рублей – достался саратовчанке Наталье Комаровой. Размер и модель – все подошло идеально. Если честно, надежды уже не было. Очень заверзли ноги. И до последней минуты уже ждала, думала, уйти, не уйти. И решила все-таки остаться. И, ну, вот, пожалуйста, я в шубе. Все-таки под Новый год, наверное, случаются чудеса какие-то. Нас не затрагивает экономический кризис и вообще то, о чем говорят все. Мы не поднимаем цены, поскольку у нас свое производство, собственный мех. Сегодня было разыграно более 60 призов. Главный приз была – песцовая шуба. Это очень достойно. Это самые модные сейчас тенденции мировые. В эти дни в модном доме «Ласка» проходит акция. Предновогодние скидки на весь товар достигают 40%. Юлия Николаева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов. На этом у меня вся информация. Всего вам доброго. Здравствуйте. Прогноз погоды на 25 декабря, четверг. По области Вольтска от минус 9 до минус 7. Малооблачно. В Красном Куте минус 6, минус 5 облачно. В Саратове погода будет пасмурной, без осадков. Ветер с северо-западный от 4 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра артутного столба. Температура воздуха минус 11, минус 8. Для тех, кто собрался в отпуск за границу, будет интересная информация следующая. Во Франции, в Париже плюс 5, плюс 8. Погода ясная. Это все на сегодня. До свидания. Завершилась ежегодная оперативно-профилактическая операция МАК-2014. Она проводилась в области в течение полугода. Главная цель операции – выявление незаконных посевов и очагов дикого произрастания наркосодержащих растений. А также перекрытие канала в перевозке наркотиков. В течение всего времени проведения акции наркополицейские фиксировали случаи нарушения закона. Так, например, на территории Ртищевского района был обнаружен участок площадью около 9 тысяч квадратных метров, на котором росла дикорастущая конопля. Очаг наркосодержащих растений был уничтожен с помощью сельскохозяйственной техники. После чего коноплю общей массой свыше 25 тонн сожгли. Во время проведения операции МАК-2014 на территории Саратовской области органами зарегистрировано более 1300 преступлений и правонарушений по фактам незаконного оборота наркотических средств и психотромных сильно действующих веществ. В ходе данного мероприятия изъято более 50 килограмм марихуана, 2,4 килограмм гашишного масла и 1,3 килограмма гашиша. Даже глубокой осенью на исходе операции зафиксированы факты сбыта и хранения наркотиков растительного происхождения. Так был проведен обыск на приусадебном участке в доме 29-летнего жителя Энгельса. На чердаке его сарая наркополицейские изъяли пакет, в котором содержалось почти полтора килограмма марихуаны. Целую оранжерею обнаружили и в сарае Питерского района. Культивацией конопли занимался 32-летний местный житель. В рамках проведения операции установлены 4 факта незаконного посева и культивирования запрещенных возделывания растений, содержащих наркотические вещества. Так, например, в ходе реализации полученной информации сотрудники наркоконтроля установили, что житель Питерского района, 32-летний гражданин, осуществляет культивирование наркосодержащих растений и семян, выписанных на Голландию. Он в сарае оборудовал оранжерея, где обнаружено несколько кустов кнарк и ведро с полутора килограммами готового вельхована. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Хранение наркотиков» и статье 231 УК РФ «Культивирование наркосодержащих растений» ведется по следствию. Обо всех случаях незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также о фактах содержания притонов, полицейский просит сообщать в дежурную часть ФСКН России по Саратовской области по телефону 210510, а также по телефону доверия 210416. Кроме того, можно отправить сообщение на электронный адрес fskn64-san.ru Я получу печалку. Молодец, сынок. Только не пропускай буквы, чтобы твой дядя правильно тебя понимал. Мам, а дядя Миша всегда не мог мне идти слышать? Да, малыш, с самого детства. А если бы нас не было, кто бы помогал дядям Миши? Помочь им проще, чем кажется. Позвони в фонд поддержки следов глухих. Деньги. Извечный вопрос. Банки лопаются каждый день и уже не вызывают доверия. Как насчет трейдинга? Инвестиций. Вы видели сегодняшние котировки? В вашем городе тоже есть эксперт Форекс Клуб. Позвоните ему. Учитесь управлять деньгами, чтобы начать жить так, как вы всегда хотели. В Саратове открылся новый автосалон «Лада» на Соколовой горе. Всем покупателям скидки и подарки. Телефон 43-00-44. Лыжи, снегоходы, баня, рыбалка и шашлык. Недорогой отдых в Волынском районе на базе «Гостиный дом». Бронируйте 32-38-70. Компания «Полипрофиль» предлагает металлочерепицу, профнастил, сайтинг, прямоугольную трубу по оптовым ценам от производителя. 43-74-74. Только в «Дьютихли» с 1 по 15 декабря. «Дольче энд Габбана Дольче». Парфюмерная вода женская 50 миллилитров. Всего за 2199 рублей 90 копеек. Количество товара ограничено. Аптека.ру. Проверьте цены. Сервис заказа лекарств. Продажа квартир по федеральной программе. С платежом от 5000 в месяц. Группа компаний «Аркада». Звоните 304700. Успей купить квартиру в самом центре Саратова до повышения цен. Напрямую от застройщика компании «Ум-24». Звоните 39 39 50. Теперь вам не нужно долго ждать очищенную воду. Клипер-бар. Проточный кулер нового поколения. В вашем доме. Настройтесь и вы. Отличные песни. Одна за другой. Радио 7 на 7 холмах. Радио 7. Саратов. 102,6 ФМ. Ставки повышены до 18% годовых. НВК Банк. Все вклады застрахованы. Телефон 344-344. Развивать экономику регионального и федерального масштаба. Создавать новые рабочие места. Делать повседневную жизнь ярче, богаче и интереснее. Все эти задачи стоят перед бизнес-сообществом. Проект «Бизнес-класс» расскажет, кто эти люди и как они добиваются успеха. Добрый день. Меня зовут Наталья Михеева. И в этом выпуске мы поговорим о том, что нужно для того, чтобы построить свой собственный маленький поселок и что является гарантом успеха на собеседовании. Успех достается только тем, кто его действительно заслуживает. Универсальной инструкции, как стать лучшим в своем деле, нет и быть не может. Но подчеркнуть профессиональные приемы никогда не бывает лишним. В рубрике «Бизнес-истории» лучшие саратовские предприниматели делятся опытом ведения своего бизнеса. Сегодня мы познакомимся с организаторами бизнеса, который напрямую касается всех и каждого. Это стоматологическая клиника. Причем одно из направлений работы – это лечение зубов у детей. Почему выбрали именно такую специализацию и насколько сложно работать с еными официентами – прямо сейчас в рубрике «Бизнес-история». Клиника «Белозубов Премиум» открылась три года назад и сразу заняла устойчивые позиции среди ведущих стоматологических клиник города. Здесь занимаются всеми аспектами лечения – от простого кариеса до сложных и серьезных операций. Настоящая гордость и, пожалуй, отличительная особенность – это современный томограф. Стоит дорого, но, по словам директора клиники Ольги Шкумат, это обязательное условие. У нас почему-то все считают, что открыть стоматологию очень просто, и сразу мы начинаем зарабатывать деньги. На самом деле это не так. Во-первых, квалификация врача – это очень много значит. Мне повезло в каком плане. Я пришла, со мной пришли сразу три крепких квалифицированных доктора, с которыми я работаю 10 лет. Это мои единомышленники. Вот мы с ними пришли. Потом уже мы постепенно набирали персонал, люди к нам приходили из муниципальных клиник, из частных клиник. Естественно, начало работы врача, новенького врача, в кавычках новенького, это всегда под контролем главного врача. То есть я сначала смотрю доктора, смотрю, как он работает, думаю о том, есть ли перспективы развития у этого доктора нет. Бывало даже так, что вот я смотрю доктора, я вижу, что стена, дальше стена. Больше ничего не хочет этот доктор. Для меня это всё сразу хабу. Я хочу, чтобы они учились, я хочу, чтобы у них горели глаза, я хочу, чтобы они двигались вперёд. Отдельное внимание в Белозубов премиум уделяют образованию врачей. Казалось бы, за шесть лет обучения и ещё годы ординатуры и интернатуры все тайны стоматологии раскрыты. Но это одно из тех направлений медицины, которое ни дня не стоит на месте. Недавно проходили обучение в Германии, планируется обучение ещё в Соединённых Штатах Америки. Поэтому и сами обучаем, и сами ездим, также обучаемся, чтобы соответствовать современным тенденциям в стоматологии, потому что в стоматологии всё быстро меняется, меняется оборудование, стандарты, подходы в разных странах по-разному определяются. Соответственно, постоянно ездим, тоже обучаемся. Буквально полгода назад клиника Белозубов премиум открыла отдельное направление – детская стоматология. А это требует специальной лицензии, высокой квалификации персонала и, конечно, особого подхода к детям. Наши пациенты, они очень к нам привязаны, так же, как и мы к ним. И лечатся у нас годами, и поэтому хотелось бы сделать такую семейную стоматологию. Один момент. Второй момент. Рынок стоматологии детской в Саратове очень слабо развит. Это, если можно так сказать, условно-бесплатные клиники муниципальные, где качество, конечно, ну, в силу оснащения оборудования клиник, конечно, оно такое ниже среднего. И, соответственно, дорогие стоматологии детские. И хотелось бы открыть доступную детскую стоматологию, чтобы она, соответственно, была хороша по качеству и средний ценовой сегмент. 5 января мы планируем провести очень интересную юбку с приглашением артистов, ростовые куклы, развлекательные программы, ну, соответственно, подарки, конечно, чтобы детки знали нашу клинику, чтобы они не боялись сюда идти, чтобы они в следующий раз просто с удовольствием к нам пришли. Опять же, привели ребеночка, мама с папой посмотрели, им понравилось. Они решили проконсультироваться. А следующая этапа не остается у нас лечиться. Представители клиники Белозубов Премиум по большому счету занимаются разрушением стереотипа о том, что лечить зубы страшно и дорого, даже если речь идет о детях. В ближайших планах на будущее акцент на эстетические операции, отбеливание зубов и современные импланты, чтобы идти в ногу со временем. Практически любой бизнес, связанный со строительством, это большие капиталы вложения. И почти такие же большие проблемы бюрократического характера. И только самые амбициозные и целеустремленные предприниматели смогут добиться успеха. О том, как построить свой маленький поселок недалеко от Саратова и сложно ли убедить человека купить себе новый дом. Смотрите прямо сейчас. Амбициозный проект Дубки Хаус. Это коттеджный поселок эконом-класса. Его главная особенность – каркасно-панельная технология строительства. По всему миру ее уже давно используют. В Саратове построить такие дома решила Екатерина Диаконова, руководитель проекта Дубки Хаус. Это как-то очень случайно произошло. Выказали все разговоры знакомых, друзей о том, что вот хотелось бы жить за городом. Но как-то все не всегда доступно, удобно. И переезжать из квартиры на дачу и обратно тоже как-то не совсем удобно. Ну и как-то все это меня навело на такие мысли, что почему бы и нет. Это, конечно, не одномоментное такое решение. Я к этому шла несколько лет. Потом консультации различные проводила со специалистами, идущими строителями нашего города. И, в общем-то, на свой страх и риск уговорила очень хороших специалистов, привлекла к себе. Мы молодая организация, так скажем, всего несколько лет, молодая компания. Но мне повезло ввести тем, что со мной работают очень квалифицированные специалисты. И, в общем-то, я спокойна. Бизнес, связанный со строительством, сам по себе очень проблематичный. Кроме хорошей идеи и серьезных материальных вложений, нужно еще огромное количество согласований и разрешений. Индивидуальное жилищное строительство, малоэтажное. То есть, да, когда мы говорим о строительстве коттеджного поселка, предполагать, что у нас есть возможность разбить процесс застройки на несколько очередей. Соответственно, это, в отличие от многоэтажного строительства, в общем-то, другой абсолютно вариант финансирования и экономических составляющих. Потому что мы в любой момент можем как-то и адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре рынка постоянно, да, что мы сейчас видим. То есть, если для того, чтобы построить большой, высокий многоэтажный дом, нам сразу нужны глобальные вложения, то здесь у меня потихоньку-потихоньку человек решил построить дом по такой технологии. Купил себе сам участок, вот его построил. Построить его это одно, к нему еще нужно подвести коммуникации. Вот большинство компаний, которые занимаются проектом, может быть, подобным за домом, они об этом не говорят. Поэтому зазывают их, скажем, такими низкими ценниками. В наших таких самых смелых ожиданиях это все-таки вот этот вот участок земли, который мы сейчас осваиваем, превратить в такую какую-то вот интересную, милую, красивую деревушку. Не знаю, что так говорю, но как-то это вот с маленьким магазинчиком, детской площадкой, где всем будет уютно жить и, в общем-то, комфортно. Сейчас уже построена половина первой очереди домов. Все они выполнены в одном стиле. По проекту поселок будет состоять из 70 построек на двух улицах. Цена домов варьируется от 2,5 миллионов рублей и выше. Таким образом, дубки Хаус дают возможность почувствовать комфорт загородной жизни по цене квартиры. Яркая блузка или строгий пиджак? Каждый день мы задаемся вопросом, что же надеть. Грамотный подбор одежды – это уверенность в себе и половина успеха предстоящего мероприятия. Как эффектнее выглядеть на собеседовании и что надеть руководителя организации на корпоратив? Прямо сейчас советы от профессионального стилиста Юлии Путиной. Юлия Путина – стилист, шоппер в разных торговых центрах города Саратова, преподаватель курса стилистики в арт-студии «Чердак». Работает с глянцевыми журналами города, занимается фэшн-съемками и рекламными компаниями крупных брендов. Выбор одежды – вопрос более важный, чем кажется на первый взгляд, и подходить к нему стоит серьезно. Что надеть руководителю на корпоратив или в чем ходить каждый день на работу в офис? Юлия Путина поможет сделать грамотный выбор в магазине «Оффстайл». Встречать, да, конечно, по одежке, смотря, куда девушка идет устраиваться. Если она идет устраиваться в небольшую компанию, в клинингу, допустим, чтобы мыть окна, я думаю, что вряд ли одежда там необходима. А если она идет в трансконтинентальную компанию на должность топ-менеджера, конечно, это почти 80 или даже 90% успеха. В таком образе спокойно может позволить себе пойти руководитель крупной компании в пятницу, не надевая джинсы, допустим. Красная юбка, белая рубашка, жилет из букле – так она будет выглядеть ярко, стильно и модно. Я советую сочетать такую яркую красную юбку только серым, белым, черным и бежевым, потому что красный цвет и так уже довольно-таки сильный акцент в этом образе. Этот комплект идеально подходит для собеседования. Собеседование – это самый важный шаг в жизни каждой женщины – прийти, познакомиться с новым руководителем, произвести правильное впечатление. Я считаю, что для этого не подходят черные стандартные костюмы. Лучше выбрать серый, он может содержать какие-то небольшие принты, талию обязательно подчеркнуть широким ремьем-кушаком. Вниз можно надеть бежевую, белую или, может быть, нежно-голубую блузу. Вы будете выглядеть стильно, аккуратно, со вкусом и произведете впечатление смышленой и одаренной дамы. Для многих девушек тема корпоратива всегда навеивает некие странные мысли. Это значит, что нужно надевать яркие цветные колготки, кружевные колготки, использовать много макияжа, всевозможные сложные прически, много украшений и так далее. Я считаю, что это нужно избегать, особенно если это серьезная компания, крупная корпорация. Достаточно надеть элегантное платье из шифона, шелка, может быть, платье из гипюра или с кружевной отделкой. Если мы посмотрим на это платье, то оно соответствует всем требованиям дресс-кода на корпоративные вечеринки. Правильная длина, легкая ткань, талия подчеркнута. Можно добавить длинные серьги, убрать волосы в пучок и добавить телесные колготки без блеска. Я считаю, что это идеальный наряд. Для многих девушек понятие корпоративного дресс-кода, если это, конечно, не прописано документально, сходится к одному белая рубашка, черная юбка или серая юбка. Я считаю, что повседневные рабочие будни можно разбавить не только цветом, но и фактурой, а также принтами. Если мы посмотрим на этот образ, то мы видим, что здесь лаконичный джемпер с рукавами три четверти. Если после рабочего дня нанечается какая-то вечеринка, можно добавить клач или вечернюю сумочку. Если посмотреть на этот комплект, на сочетание яркой блузы и однотонного кардигана, то, допустим, девушка, работающая в крупной серьезной компании, надела бы этот верх с строгой серой или черной юбкой. А девушка, работающая, допустим, дизайнером или арт-директором, спокойно может сочетать с юбкой-карандаш такого же оттенка, как и блуза. Для того, чтобы сделать еще более яркий акцент, можно повязать на талию яркий ремень. Он может быть либо такого же оттенка, как блуза, либо более яркого, бордового или красного цвета. С помощью советов Юлии Путиной и одежды от магазина Оффстайл, ваше собеседование закончится ослепительным успехом, а на корпоративе вы сможете произвести должное впечатление. И для кого не секрет, что встречают по одежке, а провожают по уму. Независимо от того, как вы выглядите, оценивать будут ваши профессиональные качества. Как их повысить и приумножить. Специально для ответов на эти вопросы создан наш проект «Бизнес-класс». И, возможно, именно вы станете героем нашей следующей программы. С вами была Наталья Михеева. Проект «Бизнес-класс» на канале «Рентом и Саратов». Два раза в год перед каждым автомобилистом непременно встают два вопроса. Смена шин и их сезонное хранение. И этой зимой в шинных центрах запасное колесо вопрос хранения решается совершенно бесплатно. Сеть «Запасное колесо» официальный дилер «Мишлен». Только до 31 декабря при покупке любых зимних шин «Мишлен» старые летние шины можно совершенно бесплатно сдать на хранение до следующего сезона. Главное – выбрать новые зимние шины «Мишлен». «Мишлен» – мировой производитель шин с более чем 100-летней историей. Шины «Мишлен» – это безопасность, долговечность и экономичность. Итак, приезжаем в любой шинный центр «Запасное колесо». Вместе с консультантом выбираем оптимальный вариант зимних шин на автомобиль. В комфортных условиях дожидаемся замены колес и забираем машину уже на зимних шин от «Мишлен». При этом летние шины остаются на бесплатное хранение на целых полгода. Инновационные зимние шины «Мишлен» – это модели с шипами и без. Флагманская модель – шипованная шина «Мишлен X-Size Nord 3». Это сокращенный тормозной путь на льду и улучшенная фиксация шипов. «Мишлен X-Size Nord 3» – больше, чем безопасность для настоящих зим. Для тех, кто предпочитает шины без шипов, шина «Альпин 5» – безопасное решение с осени до весны. Благодаря новому рисунку протектора и резиновой смеси четвертого поколения, она уверенно держит дорогу осенью, зимой и весной. Итак, специальная акция в шинных центрах «Запасное колесо». Только до 31 декабря при покупке комплекта зимних шин «Мишлен» бесплатное хранение в течение 6 месяцев. Приезжайте в шинные центры «Запасное колесо» в Саратове и Энгельсе. Подробности по саратовскому телефону 57 22 22. Лыжи, снегоходы, баня, рыбалка и шашлык. Недорогой отдых в Волынском районе на базе «Гостиный дом». Бронируйте 32 38 70. Аптека.ру. Проверьте цены. Сервис заказа лекарств. Продажа квартир по федеральной программе с платежом от 5 тысяч в месяц. Группа компаний «Аркада». Звоните 30 47 00. Нужна кровля или профиль? Обращайся в полипрофиль. Телефон 43 74 74. Успей купить квартиру в самом центре Саратова до повышения цен. Напрямую от застройщика компании «Ум-24». Звоните 39 39 50. Только в «Дьюти-приз» с 1 по 15 декабря. «Дольче энд Габана Дольче». Парфюмерная вода женская 50. Миллилитров всего за 2199 рублей 90 копеек. Количество товара ограничено. В Саратове открылся новый автосалон «Лада» на Соколовой горе. Всем покупателям скидки и подарки. Телефон 43 00 44. Теперь вам не нужно тратить деньги на чистую воду. Клипербанк. Проточный кулер нового поколения в вашем доме. Ставки повышены до 18% годовых. НВК Банк. Все вклады застрахованы. Телефон 344 344. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова